Добрый вечер, друзья! В эфире программа «Мимо Нота». Сегодня я, её ведущий Евгений Додолев, расскажу вам про прилитие, вернее, про это расскажет мой сегодняшний гость, культовый поэт земли русской Александр Улых. Здравствуй, Саша! Добрый вечер! Что такое прилетив, с чем уволокают? Не прилетив, а апрелетив. Это такой апрельский аперитив. Приходить на концерт, который будет в четверг. Послезавтра, да? Да, послезавтра. В это же время, где-то в шесть? Восемь часов. Восемь часов? Да. Центральный дом журналиста, дом жур по-нашему, в концертном зале на втором этаже, уже не первый раз проходят концерты. Многие, кто бывали на нём, знают. Это твой сольный авторский проект? Да. Название придумал? Будут гости. Название я придумал. Понятно. Обычно вы ведь со Степанцовым у вас на пару какие-то эти мероприятия. Я так чувствую, что ты избавился от конкурентов. Нет, ну, может быть, мы так уже, это не обязательно. Приходим друг к другу в гости, как Винни-Пух к Пятачкову, значит, с какими-то новыми стихами. Не знаю, придёт ли Вадим, но будут гости интересны. То есть, от того придёт или не придёт, зависит, будет ненормативное лексикное приятие или нет. Я так понимаю, что материться-то основному Степанцов на... Ну, он уже не столько, мы как бы повзрослели, материться в основном Шнуру. Повзрослели его? Во сколько? Ну, да, мы уже не матерились. После такой. Уже, да. Ну, вспоминаем старые какие-то произведения. Шнуру завидуете вы все, все завидуете Шнуру. Шнуру, как же Шнуру не завидовать, понимаешь, член общественного совета по культуре. С Макаревичем там. С Макаревичем. С Макаревичем сидит. Все вы завистники. И Гуцареву, а ты особо завидуешь, как по этой песне Гуцареву, про этот хайф, который у Игоря Виталия прочитал. Объясни мне, что происходит вообще, вот прямо вот, начиная с того начала. Вот рассказываю. Появилось мне, наверное, ночью кто-то из моих знакомых скинул. Я чувствую, ночью меня так смс-ка приходит. Я открываю телефон и читаю, значит, телеграм-канал Гуцарев бежал за границу. Почитаю сообщения телеграм-канала, что, значит, известный российский предприниматель Михаил Гуцарев бежал из России, опасаясь арестов. Одна из версий побега, тот факт, что принадлежащая предпринимателю компания «Руснефть» получила от федеральной налоговой службы до начисления на сумму 2,3 миллиарда рублей. А до начисления это, типа, догоняют и говорят, ещё пришлите 2,5 миллиарда. Ну, так вот. И схожи песни надо написать, чтобы заработать ему 2,5 миллиарда. Вот. И, собственно, я как-то над этим, этой новостью, ну, бежал, ну, ехал. Телеграм-канал «Низ Игоря». Вот есть такое. Вот тоже. Я, ссылаясь на сообщение этого телеграм-канала, я, естественно, ну, не мог мимо этого пройти и написал, я очень люблю Михаила Сафарбековича, его творчество люблю. Вот. И написал стихотворение, такое произведение «На отъезд поэта». «На отъезд поэта». Вот. Ну, и буквально через день вышло сообщение, официальное сообщение пресс-службы группы «Сафмар», это гусырьевская такая группа. Вот. А об этом сообщении я узнал тоже у Игоря Виттеля в Фейсбуке, и он пишет, ну, что, Александр Вулых, пойдём по одному делу. Так. Вот. Я заинтересовался и смотрю, и там и я упомянут. Вот. Причём, даже могу процитировать. Значит, цитирую. Известный своими матерными псевдо-стихами шовинистического содержания о Вулых, опубликовал Пасквиль на отъезд поэта и, отработав заказ, подтвердил репутацию беспринципного графомана. Прям всё как есть. Вот. Понимаешь, сразу два серьёзных обвинения, значит, в шовинизме. Я не знаю только, какой я шовинист, вот, какой там великорусский или, не знаю, но шовинизм. Так. И, значит, отрабатываю грязные заказы, вот, проплаченные. Тоже хотелось бы узнать, куда в кассу идти за деньгами, сколько, сколько денег. А ты с Гуцериевым хоть раз знаком, потому что ты его херачишь постоянно? Я знаю, я знаю, как он выглядит, он постоянно, я же, знаешь, Жень, я же этот академик, академии, вот, этой музыкальной академии, которая шоу-бизнес, да, которая, вот, это национальная премия музыкальная, которая, да, голосует там академике, как уважаемый человек. Я же выставлялся два года назад, был номинантом в номинации «Лучший поэт года». Да. И проиграл Гуцериевым. Да. Видишь, таланта-то не хватает. Нет, но зато обрамление, зато… А, посмотри, если бы Сечин начал писать стихи, вот, мы про Русснею писали, если бы про Русснею бы проиграли. Вот и все бы тогда, просто бы, где показались бы, непонятно. Нет, ну, самое интересное, ну, подожди, Лавров пишет стихи. А поёт, поёт, или только Захарова поёт? Нет, Захарова. Захарова – это отдельный разговор, тоже это туда, Гуцериеву, потому что, если бы Захарова… Захарова красивая хотя бы девушка. Ты считаешь? Ну, если сравнивать с Гуцериевым, то… Нет, вот Сергей Викторович Лавров пишет хорошие стихи, я могу сказать. Улюкаев пишет там вот сейчас… Хорошие, да? Вполне. А Улюкаев сам пишет или Гуцериев? Сам пишет, нет. Сурков пишет стихи. Сурков пишет, да, но у него вообще, да, он… Интересно. Он со словом работает, интересная. Я и говорю, что это, пожалуйста, люди, если… Лавров вообще очень хорошие стихи пишет. А с Гуцериевым, почему на его стихи, ну, прямо скажем, я не поэт, и я не искусствовед, и не культуролог, в общем, не разбираюсь, но по мне говно жутко, конечно, то, что он пишет. Почему поют-то на его говно, вот, прекрасные, совершенно действительно, когда я говорю прекрасные, я не утрирую исполнителя. Ну, ты можешь себе представить, что, в принципе, артист должен платить поэту, да, за то, что он исполняет песню. Можешь себе представить артиста, который платит деньги Гуцериеву. Ну, кроме… Да. Ну, не знаю, может там… То есть, потому что эти верши достаются на халяву… Не на халяву, нет, там оплачивается весь фарш, то есть, вот, он даёт свои вот эти вот тексты, вот, и в придачу к этому в зависимости от, видимо, уровня артиста, от яркости звезды, соответственно, и приложение материальное… Материальное… Ну, сейчас тебя заклеветут и могут… Материальная помощь, вот. Это уже бездоказательное. Я так думаю, я предполагаю, да. Ты добавляй, потому что… Я предполагаю, во всяком случае, ни один артист не признавался, что он платит за тексты Гуцериеву. Вот. Я думаю, что к этому прилагается материальная помощь, но я могу сказать, что мне рассказывал один из… Един… Может быть, один из немногих наших артистов, достойнейший из достойных вокалистов, Николай Носков, о том, что ему вот предлагалось… Муздак. Да. И он отказался. Он отказался. Я пою на стихи Гумилео, который… Как я могу вот этот… Хорошо, я вот понимаю, что тебе там делить с Гуцерием, вы на одной поляне, поэты, авторы… Нет, делить… Там, подожди, там произошёл просто передел в шоу-бизнесе. Он оставил без… Мне-то ладно, я сейчас не горю, но он многих поэтов оставил без работы. То есть, весь наш мир шоу-бизнеса, артистический, беспринципный, стоит в очереди за его так называемыми стихами и за печеньками, да, которые к ним прилагаются. И уже, во-первых, снизилась, естественно, снизилась стоимость песни и стихотворная составляющая. А какая вообще, в принципе, вилка существует? Ну, вилка существует, раньше существовала от, скажем, ну, средней нормальной песни, проходная, которая там, ну, ставится в ротацию на радио, вот, где-то от 4-5 тысяч долларов, имеется в виду там текст и музыка. А, вместе, за песнице в целом? Да, да, в целом, без аранжировки. И выше, выше. Хорошо, а сколько вот из этих 4-5 тысяч на текст и на музыку? Как и в каких долях? Пополам. Пополам, да? Да. Ну, может быть, где-то, если альянс поэта и композитора, там, в сторону того, что, скажем, композиторы более известны, да, и паровозом идёт, то, может быть, композитор больше. Где-то от тысячи долларов примерно, да? Раньше, от двух тысяч. От двух тысяч, да. Долларов там и музыка, и стихи. Да. Вот, сейчас, особенно, когда на российский рынок хлынула рабочая сила с Украины, дешёвая рабочая сила, то есть... И на этот рынок тоже хлынула? Конечно. На шоу-бизнесовские? Естественно, дешёвая рабочая сила. Мало того, что артисты украинские, но там хорошие артисты, там вообще с музыкой всё в порядке, гораздо лучше, чем у нас. Ещё там пишут песни, они, в принципе, они ловко это делают, продают, как пучок редиски. Всё это очень недорого. Поэтому там, скажем, Филипп Киркоров может там десяточек песен прикупить где-то за тысячу долларов у какого-нибудь украинского автора. То есть, дембинг такой, да? А здесь ещё и Гуцериев. А тут ещё и Гуцериев, который им приплачивает там и оплачивает, и снимает клипы для, ну, естественно, там для звёзд. А он сам не снимается в клипах у Гуцериев? Он снимается, знаешь, в такие вот видеоклипы, где он, там стихи, там на его фоне стихи вот так вот, как бы, да, строчками. Ну, авторитетные журналы литературные тоже публиковали стихи. Ну, а вот, знаете, вот вы там с Виталем наезжаете на него, а в принципе уже нефтяной человек серьёзный, может же там как-то случиться, что по этому УВХ там... Что? Нефтяную вышку отнимут? Наркотики найдут в багажнике или там он поскользнётся, он сейчас скользкий, дворы московские поскользнётся в своём дворе и раз, и в больнице окажется. Или уже сейчас этих методов нет в шоу-бизнесе. Ну, это же уголовное преступление. Ох, ох, прям по этому нефтяному человеку. Нет, подскользнуться мы можем. У меня бывали в жизни моменты, когда заходил в подъезд и не знал, дойду ли я до квартиры. Это когда был последний раз? Ну, это было лет 10 назад. Это связано именно с деятельностью шоу-бизнеса или с чем-то с другим? Ну, да, 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 с авторскими правами. Да, 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 ты же активист вот всех вот этих. По-моему, разборки с этим были совсем недавно, с авторскими правами. Недавно, да, в общем, всё. Но уже без эксцессов, без угроз и без наездов. Нет, сейчас всё нормально, всё под нашим контролем. Под нашим, когда ты говоришь, под нашим, кого имеешь в виду? Авторов, да. А кто у вас вождь? Ну, у нас есть... Кто у вас главный, кто отставил? Максим Дмитриев, да, человек очень авторитетный, профессиональный. А Владимир Владимирович Матецкий всё время занимался всеми делами? Да, да, и сейчас, по-прежнему, в авторском совете, да, он был и в старом авторском совете, и в этом. Он человек очень опытный, профессиональный. Ну, вот, чтобы с Гуссериевым как-то эту тему закончить, я с чего начал, что тебе, я понимаю, что есть делить с Гуссериевым, он подорвал там, ну, как ты говоришь, вот этот рынок сочинительства текстов, наложилось всё это на этот украинский фактор. А вот Виттель-то чего ему, он же зачем лезет в эту историю? Виттель просто транслировал сообщения телеграм-канала. Он же не говорил, что вот уехал там Гуссериев и бежал, потому что тот и тот... Ты говоришь, Гуссериев предметно и персонально наехал на тебя и на Игоря Виттеля. Значит, предметно наехал на Виттеля, на Собчак и на ведущего... А, ещё и Собчак у вас, о, какая у вас прелестная компания. Значит, а на меня как бы наезд был не Гуссериева, то есть от меня извинений не требовали. Наоборот, меня оскорбили в сообщении, но его эти верные писарчуки, вот, как пресс-служба, да, они же стараются выслужиться перед своим хозяином, да, и они вот решили, может быть, ему... Может, он и не... И со мной-то, ну, чего ему ещё-то, да, он олигарх, магнат, понимаешь, я вот ботинки до нашего, понимаешь, третий сезон, вот. А решили вот перед ним, да, чтобы... Вот мы как в лыха, да, и шовинист, и беспринципный графоман, отработавший свой грязный заказ. Понимаешь, обвинений в коррупции, в шовинизм. Хорошо, а вот здесь всплыло, что Ксений Анатольевич Собчак, Ланыч просто так ничего не делает, если уж мы говорим о заказах. Ну, я не знаю, я думаю, что дыма без огня не бывает, что Гульцареева нет в стране, я так думаю. Потому, что... Не знаю, мигрировал или уехал отдохнуть, подышать лондонским туманом, знаешь, как я еду за туманом, за дыханием, за деньгами и за запахом... Тайги? Да, да, да. Лондонский тайги. И за запахом этого со мной не будем говорить про Лондон и про все эти шпили. Вот. Потому, что было как бы опровержение, да? Но это опровержение по мобильному телефону... Провержение Гульцареева, что он эмигрировал. Что он не эмигрировал, что он здесь. Ну, он опровергал то сообщение, что он в эмиграции, он утверждает, что он здесь, и все в порядке, все вопросы решены. Да, но подтверждающих кадров того, что он здесь, фактов того, что он находится в Москве и руководит холдингом у себя, нет. А Собчак, значит, мне еще раз поясню, она здесь с какого боку оказалась причастна ко всем этим разборкам? Она у себя в этом самом, у нее популярный, сам Гульцареев сказал, что у нее очень много подписчиков, миллионы. Где, в Инсте или на Ютьюбе? Да, у нее везде, но она очень популярная, она популярнее многих средств массовой информации. Да, еще потому что. Конечно, она там, Ольга Бузова и Настя Сомбурская и Ксении Собчак, вот они у нас, как бы, да, народ просто. А Бажена, Бажена не входит в это? Бажена тоже много, я думаю, поклонников много. Чуть не дела твои, господи. Да. Вот, поэтому она, видимо, тоже транслировала эту новость, и эту новость, значит, но для Гульцареева, как бы, вот он, они же разослали это сообщение, этот релиз по всем информационным агентствам, а потом он еще сам обзванивал с мобильного телефона. А кому обзванивало, агентство? Агентство, издание, газеты. Ну, наверное, руководитель, наверное, звонил, я думаю, что у него есть возможности какие-то. Хорошо, вот послезавтра у тебя будет в том журе вот этот вечер, ты будешь там читать про Гульцареева или те Сыклива? Буду, конечно, я и сейчас могу прочитать на отъезд поэта, собственно, за что меня... Там потом ты скажешь, где здесь цитаты, цитаты Гуцаревские из его песен. Прочь из России, словно птаха, маша крылами по пути, бежал поэт невольник страха за будущее руснефти. Бежал, как пуганая птица, пером своим оставив след, предприниматель Гуцар-Пиццер по совместительству поэт. Не вынесла душа поэта с омглой ведущие бои нуждаемости госбюджета в налоге на НДПИ. Кишками чувствуя тревогу у самолета поутру, поэту страшной болью ногу свело, должно быть, не к добру. И он бежал. К чему рыдание? Турецкого ненужный хор. И песни года ожидания. Скорбит в слезах Филипп Киркор. Как приговор судьбы Неласков? Как дальше жить? Скажи, Эмин! Рыдает в голос Коле Басков, печально нюхая Жасмин. Умолкли звуки чудных песен. Эстрадный подиум затих. Без песен мир неинтересен, коль некому платить за них. Порывистой стихотворенью по телу бьется липкий страх. Покрыто зрящее багренью, и мысли прячутся в трусах. Зло, но зато нормативно. Всё нормативно. И даже цитаты, прямые цитаты про зрящее багренью и про мысли, которые прячутся в трусах, это цитаты из произведений Михаила Сафробековича. Смотри, вот наш эфир транслируется в Фейсбуке, и я читаю здесь комментарии функционера Союза журналистов, он зампред, по-моему, Алексей Вишневецкий. Да. Пишет он, вулых-завистник талантов, и поясняет, гений всегда завидует талантам, которые проще жить на свете. Приветствую, да, привет передай Алексею. Он слышит, как я ему... А ты, кстати, член Союза журналистов? Нет, не член. Я вообще не член, ничего. А у вас поэтов есть какой-то свой союз? У вас же была вот эта предсмертная организация маньеристов ваших орденов. Он давно уже как бы умер своей смертью, его уже нет. Он жил благодаря Степанцову, который его придумал. Степанцов придумал? Конечно, да. Конечно, он его придумал, входили туда Бардадем, который погиб в Абхазии в войне. Пелениагра, изгнанный за поэтическое мародёрство. Быков, изгнанный тоже по веским причинам Степанцов. Ну, расхождение взглядов принципиально. По политике? В принципе, вообще принципиальное расхождение. Ну вот Дима Быков, он прям, я считаю, гениальный совершенно человек. У него есть потрясающие вещи, я серьёзно говорю. И мы в этой студии обсуждали неделю назад с Багировым. Эдуард очень езжал на Быкова, говорю, что ничтожество и чмо. А ты не стоишь его как поэт? Я считаю, что Быков, он такой энциклопедист, литературовед и много знающий, читающий и очень работоспособный человек, такой трудоголик. Но как поэт он многословный и нудный и неинтересный. Ни одного стихотворения поэта Дмитрия Быкова не известно. Ну ладно, а про муравей и стрекозу? Басни? Да. Но это же всё, знаешь, это как бы, да, из этого гражданина поэта, вся вот эта вот история, это же пародии. Не знаю, а что пародии разве не могут быть гениальными? Стихи, я говорю о стихах. Хорошо, а акции вообще к проекту, который ты по милому относишься. Гражданин поэта, коммерческий проект, построенный на антипутинской и как бы оппозиционной, всё это 100% должно было иметь успех у такого населения. Особенно Ефремов Петрушка, такой вот, он любимец народа, пьющий, свой, который говорит правду. Шнур сейчас тоже косит вот такого, но шнур гламурный, богатый, миллиардер. Вот, не совсем. Зависть, зависть, я чувствую. Нет, нет, но он косит как бы, да, а Миша Ефремов свой, вот, свой он такой вот, пьющий. А у нас, кстати... А шнур не пьёт. В нашем разговоре шнур не пьёт? Нет, нет. То есть там только вещества или что? Ну, я не знаю, по-моему, здоровый образ жизни ведёт абсолютно. Ну, его имидж, как я-то, я-то не знаком просто. Упакованный, он всё, у него голова-то всё на месте. Здесь с Багиром разговор про Быкова зашёл, Багир прям обещал ему обязательно лицо набить, как только увидят. Ну, там не из-за творчества. Кого-то он там обидел, поступил некрасиво. У него язык, да, он, знаешь, что у Быкова какая отвратительная черта? Он судит обо всём, не имея об этом, на этого права, потому что он не знает об этом. Он считает, что он всё про всё знает, да? Вот. И поэтому он может обо всём судить. Ну, понятно. Нет, ну, в общем-то, мне про Диму некомфортно говорить, потому что мы работали вместе, и я его там ценю как журналиста. А разговор про него зашёл, потому что Орлушему вспомнили. С Орлушей у тебя есть какие-то точки соприкосновения? Вы знакомы с Андреем Орловым? Конечно. Много лет тесно общались, вместе выступали до 2014 года. Потом наши пути и дорожки разошлись. Из-за Крымнаш? Да. Да, по политическим соображениям. Но не так давно я прочитал интервью Орлуши, украинскому какому-то глянцевому журналу, где его спросили, а есть ли хорошие поэты в России? Да. Он ответил, что поэтов там всего четыре. Да. Их можно разделить по политическим пристрастиям. Это абсолютно на двух противоположных платформах. На одной, значит, свобода, независимость, Украина, значит, всё. Это Андрей Орлов и Игорь Артенев, а на другой Александр Вулых и Вадим Степанцов. Говорят, других поэтов нет. Вот это вот, несмотря на то, что с Вулухом я никогда не выйду на сцену, но вот честно и достойно сказал, что лучшие поэты. А вот про Украину, раз мы заговорили, как ты вообще смотришь на эту ситуацию, на шанс, что Зеленский может, будучи человеком шоу-бизнеса из вашей, условно говоря, страты, стать первым лицом крупной европейской державы? Да, смотри, Зеленский, вот мне лично Зеленский никогда был мне глубоко противен, да, никогда не нравился. Я его считаю негодяем и мерзавцем. Опять же, мы про политику говорим, я чего-то не знаю из... Нет, вот какой он, да, вот его политический... Я же Крымнашевец, понимаешь, пять лет прошло, я всё равно считаю, что Крым наш, и всё равно моя позиция по Донбассу не изменилась. То есть, Зеленский из-за того, что он поддерживает батальона, финансирует нацистов, да, поэту только, а ничего такого ты про него как бы не знаешь? Ну, он, вот, ты знаешь, я был сценаристом на «Новой волне», где он был одним из ведущих, там, вместе с Собчак, с Иваном Дорном. Но это давно, видимо, ещё. Давно, да, вот, и не испытывал я симпатии к этому артисту. Хорошо, вот ты бы был гражданином Украины, за кого ты проголосал бы на этих выборах? Ну, в данной, наверное, ситуации за какого-нибудь там Бойко, который всё-таки... Условно пророссийский, ну, так всё-таки, с какой-то натяжкой. Да, наверное. Вот, потому что, ну, Порошенко, там, с ним всё понятно, да, кто за него голосует. А Зеленский – это протестное голосование, это как у нас за Собчак голосовали. Ну, за Собчак что-то не очень много голосовали, учитывая, что и симпатизирует вся, в общем, богема, журналистское братье, студенчество, то там, я тогда как раз подсчитывал результаты, там ещё вот неохвачена эта группа, а примерно было 100-150 тысяч человек. И я думаю, ну, кто эти люди, вот кто может голосовать за, там, девушку, которая, там, детей называет, там, весь класс, там, маленькими пидорасами. Я тебе скажу, что у Собчак был один очень правильный ход, и самый яркий момент её избирательной кампании – это было стихотворение, которое написал я, и которое она прочитала. Это было очень смешно. Я помню, да, но она, по-моему, не упомянула твою фамилию, она его прочитала. Его Кальварский упомянул, фамилию упомянул в конце этого клипа, Кальварский, специально, значит, что было понятно, что это не Орлуша. Ну, ты доволен был, когда тебя кандидат в президенты России. Да, что это самый яркий момент во всей её избирательной кампании. Поэтому это было смешно, это было иронично, да, вообще женщинам не свойственна самая ирония, а Собчак. У неё всё в порядке, да. И это подкупало. Поэтому за неё как-то и голосовали. Зеленский, ну, это, ну, как вообще, артиста, ну, можно сказать, в Америке Рейган был артист-президент. Ну, разные, разные артисты, понимаешь. Вот. Ну, что, ну, Коломойский вбухал денег в этот. Вроде он был каваинчик этот Зеленский, да, вот всем там известен. Ну, наверное, если бы. А ты про Собчак на память можешь прочитать, или ты читаешь как Жуанецкий только с этих своих... Нет, я помню. Что вы здесь произвели? Сейчас, если, просто я боюсь, что, может быть... Если боишься, тогда не надо. У меня это самое... Тогда забыли, Саша, проекры. Если не помнишь и боишься, то не надо. Я тогда вопрос такой, связанный с Ксенией Анатольевичем, который я многим задаю. Меня во время этой предвыборной гонки озадачивалась совершенно одна история, что Сергей Мазаев, вы же знакомы, наверное, да, Сергей Мазаев? Да, конечно. Будучи доверенным лицом Путина, призывал голосовать за Собчак, когда вы спросили, как же так, вы вроде бы доверенное лицо у другого кандидата. Он сказал, ну, Владимир Иванович, пора на отдых, а вот Ксений Анатольевич, наш президент, вот что у вас вообще, вот в вашей этой шурпичной тусовке творится? Жень, артисты. Объясни, мне просто в голове не выкладывается. Артисты, понимаешь, артисты. Ну, нельзя артистов делать с советниками по культуре, там, артистов и спортсменов, я считаю, там, в Госдуме, серьёзно прислушиваться к их выступлениям или к их, за редчайшим исключением. Вот, ну, нельзя. Ну, Серёга Мазаев замечательный, классный музыкант, исключительный музыкант, обладающий безупречным музыкальным вкусом, там, слухом, всё, что угодно. Но спрашивать его, так же, как и Гаррика Сукачёва, да, по этим вопросам, ну, абсолютно. Это вот всё равно, как, там, ну, я не знаю, спрашивать про футбол, там, человека, который в жизни никогда не интересовался этим делом. Скажи, вот, мы упоминали уже гонорары, которые отписываются вам, авторам текста. И вот сейчас ты про артиста сказал, я вот, проясни мне, ты же давно в этой тусовке и следил за всем. Вот Шевчук утверждает, что во время, там, Ельцинской кампании, там, за одну песню артистам платили 120 тысяч долларов. А Макаревич мне говорил, что не платили вообще, что они как энтузиасты участвовали. Вот что-нибудь можешь прояснить? Потому что всё-таки это, в общем, это оба рокеры, они единомышленники, там, в отличие от вас, там, допустим, Саруши, то есть люди, которые стоят там на одной платформе, такие у них расхождения, ну, в показаниях, скажем так. Я думаю, что в то время кому-то платили, а кому-то нет. Например, известно, что Жене Осину обещали за предвыборную кампанию какие-то серьёзные деньги. Серьёзные, это вот какой порядок? Ну, вот ты назвал вот эту сумму, я считаю, это очень серьёзные деньги. Это вот он за то, что он отплясывал тогда? Да, да, и то, что он участвовал в Туре и призывал голосовать за Ельцина, да, вот ему тоже, значит, обещали деньги, в результате ничего не заплатили. А, кинули, да? Кинули, да. Ух ты. Вот, поэтому кого-то кидали, кому-то платили, да, Шевчуку, возможно, платили, а Макаревичу, может быть, и не заплатили. То есть, вот там же 90-е годы, но это полнейшие беспределы, когда... Святые годы, на Ельцина говорит, святые 90-е. Святые. У нас, кстати, эти годы были очень весёлыми. Ну, в журналистской, да, и в шоудинской, да, это было время возможностей, но со страной-то что делалось вообще? Со страной страна была глубокой, глубокой. Да, это ужасно вспоминать, но для нас, да, для нас это было время куража, заработка каких-то немыслимых и открывавшихся возможностей. Вот это заявление про, там, гонорару 120 тысяч долларов за песню Шевчук сделал в проекте «Вдуть». Юрий Дудь, спортивный журналист, блогер номера УНО, у нас самый востребованный интервьюер, в котором ты попадаешь к нему, 5 миллионов просмотров – это вот минимум. Чем ты объясняешь такой феномен? Ну, если ты спрашиваешь меня, то по мне не сочти это за какой-то подхлимаш, потому что всё на друг с другом, да, ну, не буду об этом говорить. Ну, он как бы такой вот свежее лицо, свежая манера, развязанная манера общения. Ну, а разве первый, который развязанно говорит? Ну, темы про деньги и про причинные места, наверное… Разве у Собчак такого не было? Разве Ксения Анатольевич у нас не задаёт тоже раскрепощённые вопросы в свободной манере? Ну, я думаю, что, знаешь, за Дудём стоят более серьёзные… Ух ты, вот это интересно, интересно, подходит, потому что за ним стоит. Я думаю, что Дудь – это проект. То есть, в него вкладывают деньги по раскрутке? Да, это вкладываются деньги по раскрутке. Значит, он ориентирован на молодёжную аудиторию, и наступит тот момент, когда, значит, это будут использовать уже там те, кто манипулирует, скажем, общественным мнением. Это проект финансовый или идеологический? Финансово-идеологический. У Дудя вкладываются большие серьёзные средства. А так он ничем, собственно, ничего такого. Он невеликий интеллектуал, небольшой интеллектуал, и как политический, как бы, да, вот, боец на такой вот с оппонентом, да, вот он показал, что с Киселёвым, кстати, он слабовато выступил и обосрался. А Познер, которому вот 85 лет сейчас полностью, он интеллектуал, Владимир Владимирович Познер? Ну, у Познера, как тебе сказать, у него богатый бэкграунд. Во-первых, человек, знающий несколько языков, живший во Франции, в Америке, ну, всё, как бы, впитался. Как журналист, как интервьюер, он скучноват, он скучный, я бы даже сказал, по сравнению с Дудзём даже. Но он идейный. Я помню, что его в своё время в программу «Взгляд» приглашали, в программу «Взгляд» на первом этапе, там был такой институт политобогревателей, как их звали, из маститых журналистов таких приглашали участвовать в передаче. И он единственная из всей этой вот обоймы отказался, сказал, что он не будет в антисоветском проекте, устраивает, что это проект, который подрывает основы советского государства, и его ноги никогда не будет. Ну, в то время нужно, надо было быть при власти. Ну, как, а остальные там, их же были там Сейфуд, Мулюков, Цветов, там. Все были при власти. Ну, они все приходили во «Взгляд», то есть они все участвовали в антисоветском проекте, кроме Познера, как один. Ну, Познер консервативен у своей этой самой, консервативен. Хорошо, а был их консервативен? Ну, мы все в возрасте уже, да, если в нашем возрасте человек не консерватор, а революционер, то он идиот. Это ты сейчас прямо обиделся, целый ряд рок-музыкантов. Революционер из наших, знаешь, это я обычно так вот в последнее время говорю. В нашем возрасте, как бы, две новости для людей нашего возраста, для мужчин. Это одна хорошая, а другая не очень. Не очень хорошая. То, что в нашей жизни мало чего осталось, что греет нашу душу. А хорошая новость, что все-таки это осталось и есть. Вот у меня есть такое стихотворение о любви, называется. У нас две минуты осталось. «Цветы любви». Что, хотя он сыт и плачет, но зато душа поёт. Я сказал, согласен, Лёва, в нашем возрасте, в судьбе, трипер, в самом деле, клёво. Я завидую тебе. Это будешь читать послезавтра? Да, обязательно. Давай, у нас осталось минуты. Ещё раз напомним, что меня интересуют такие практические вопросы. Значит, то, что это начало 8 часов, я понял. Сколько это по хронометражу? Сколько это стоит? И как попасть тем, кто пожелает? Да, друзья, приходите завтра. Билеты можно на сайте Домжура, прямо выбрать места. Стоит это билеты недорого, от тысячи до полутора. Рублей. Рублей, конечно. Никак текста. Да, никак. Это будет весёлый, интересный, очень такой насыщенный эмоциями, позитивными вечер. Я думаю, что 8 часов начнём, и где-то ближе к 11. Будет... Понятно. Яркий. Всё, мы приближаем, финишируем. Я просто должен среди комментариев к нашему эфиру в Фейсбуке прочитать реплику Игоря Виттель, что он ни на кого не наезжал. Да, да, да. То есть, это я неправильно, значит, как бы озвучил тему. Он ретранслировал. Да, поэтому я это дезавуировал, так ему отвечу. Друзья, в эфире была программа «Мимо нот», и в гостях у нас был Александр Булых, к которому послезавтра можно будет видеть мероприятие. Как ещё раз называется? Априлитив. Поэтический концерт. За априлитив. Всего хорошего. Пока. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова